А я расскажу пример Иркутской области. Вот на КЭФе в этом году выступал министр экономики Иркутской области. У них делается все довольно просто, причем коммунистическая, да, я так понимаю, Иркутская область. Если бизнесмен готов тратить деньги на социальное улучшение в пользу граждан Иркутской области, он подписывает соглашение с министерством экономики и на сумму оказанной помощи или инвестирования в социальные проекты, именно на эту сумму ему делается налоговый вычет. То есть там, естественно, смотрится система налогообложения. И в рамках УСН ему могут оказать вычет, в рамках налога на прибыль ему могут оказать вычет. Какой-то пропорции, Андрей? Ну, конечно. Вот эта система работает. И бизнес, он понимает, еще раз повторюсь, что те деньги, которые идут по федеральным каналам на регионы, они размываются. Государство со своими задачами не справляется. А бизнес в состоянии решить в короткие сроки именно обозначенную социальную проблему, закрыть ее, решить. Таким образом, новое правительство Хакасии и новоизбранный Верховный Совет Хакасии в течение ближайшего двух-трех месяцев вполне мог бы разработать соответствующий закон, принять его, которым мог бы подписать новый губернатор Хакасии. И, скажем, с весны, с лета будущего года такой закон мог бы вступить в силу. Я правильно понимаю. И такие примеры, такие уже есть в соседней Иркутской области. Это активизировать. Вообще, есть по России очень много примеров хороших. И бизнес с удовольствием идет. Ему какая разница бизнесу-то, по сути, заплатить налоговую или сделать что-то доброе. Но это доброе бизнес делает профессиональнее, чем исполнительная власть, намного. И намного более сжатые сроки. Вот тут безисполнительная... Перебиваете любую запись. Мошеннического рода действия в этом смысле могут быть использованы? Да, мошенничества везде использованы. Я плачу 3 миллиона рублей в год, я трачу на благотворительность, занижаю какие-то свои показатели, в итоге получаю налоговый вывод, но выход на 3 миллиона рублей. И чего-нибудь где-то как-то, чего-то... Система контроля, конечно, она должна быть. Но она должна быть прозрачной, она должна быть общественной. И, естественно, это должно быть честно. Общественной или по линии УФНС, какой-то еще... Ну, контролирующие органы без них не обойдешься. Конечно, конечно, конечно. Ухарова есть, знаете, а вору дай хоть миллион, он вырывать не перестанет. Контролировать благотворительность должны? Это не благотворительность. Это социальные инвестиции. Это социальные проекты, да, инвестиции. Это не благотворительность, тут надо разделять понятие. Вот именно мы все время вокруг этого ходим. Вот смотрите, можно я тоже свое видимо скажу? Я согласен с Андреем Ивановичем в том плане, что действительно неплохо бы, если бы государство в ответ тоже преференции дало. Но, Виктору хочу сказать, вот вы говорите, что бизнес должен что-то получать. И зачем это делать иначе? А вот давайте все-таки вернемся исторически в Россию, да, когда вот купцы делали, занимаясь благотворительностью. Купцы, дворянство, царские семьи, да, это было признаком хорошего тона. Не то, что получу, а просто признак хорошего тона. Благотворительность, благотворю. Меценатство, помогаю развиваться талантом, да, спонсорство, помогаю строить храм или что-то. То есть различные виды были вот самого доброго дела. Я еще помню попечитель богоугодных заведений, но это, извините, работало на репутацию. Интернета и телефона не было. Если кто-то построил храм на свои деньги, это ими разносилось по всей семье. Один купец строит храм, а второй тут же строит второй. Так это же для всего общества было хорошо. Это, я говорю, было признак хорошего тона. А сейчас зачастую бывает так, ну вот занимается Зубарева, ну и пусть занимается, пусть и всех и кормит. Но за большинство, все равно же такое вот есть. Никто же не подошел, к нему подходит предприниматель и говорит, давай я тоже вальюсь в струю. Ну не так же, правильно же. Поэтому, конечно, здесь опять же гражданская позиция. Тут как бы нужен определенный порядок. Смотрите, социальных предпринимателей ни в одном обществе никогда не было много. Если люди шли на проявление социальной ответственности и социального предпринимательства, это в первую очередь было личное решение всегда бизнесмена или предпринимателя, и создание определенных условий, а это уже гражданское общество и государственные органы, которые позволяли наилучшим способом эти личные инициативы проявить. Вот то, что касается упорядочения этого рынка или возникновения этого рынка на нашей территории, вот, кстати, новому правительству, у нас нет регулирующих нормативно-правовых актов, которые бы позволяли легитимно работать в этой области. Говорят, что нет федерального законодательства, поэтому нет регионального законодательства. Но есть территории, которые уже 10 лет приняли назад свои нормативные документы о социальном предпринимательстве и социально-ответственном некоммерческом секторе, и спокойно себя работают. Когда выйдет федеральное законодательство, они просто приведут в соответствие свое региональное законодательство, но уже сейчас появились регулирующие документы, которые позволяют людям, которые заинтересованы в развитии именно этого сектора, спокойно и работать в легитимном пространстве. Для того, чтобы эти документы появились, естественно, нужно ввести понятийный аппарат, для того, чтобы люди понимали, что такое социальная ответственность, признаки ее основные, что такое социальная проблематика. Это наиболее острые проблемы, не те полным списком, а первоочередные проблемы, при решении которых вызовет коммунитивный эффект по снятию социальных проблем. Спасибо, что вы начали вот эту тему. И хорошо, чтобы это было бы системно, вот такие коррективные сборы за чашкой чая, чтобы разные люди бы встречались и поднимали эту тему, чтобы действительно появился понятийный материал, чтобы появилось понимание, чтобы дошло до нормативных актов. Если СМИ не будут в этом участвовать, это все будет бурлить где-то. Таким образом, мы с вами беседуем уже более часа. Наш последний вопрос, как запустить механизм межсекторного взаимодействия власти, бизнеса и общества. Мы все уже, в общем-то, ответили на этот вопрос. Нужна скорейшая, наверное, разработка регионального республиканского закона, который бы условно назывался «О благотворительности, социальной помощи и предпринимательской деятельности». Основное положение этого закона, наверное, должны разрабатывать профессиональные юристы. Но мне бы очень хотелось, чтобы представители бизнеса, которого я здесь вижу в количестве пятерых человек, высказали свои пожелания на тему того, какие основные статьи бы они хотели видеть в этом документе. И, может быть, с инициативой создания этого документа, наше экспертное сообщество сегодня и выступит перед возможным будущим правительством, которое сейчас формируется, правительством Валентина Коновалова. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Я могу сказать. Андрей Иванович. Я все-таки еще продолжил тему, которую Константин Клименчич начинал. Надо разделять. Все-таки надо делать закон о социальных инвестициях, в которые войдут и благотворительность, и социальная предпринимательство. А общая сфор – закон о социальных инвестициях, который все это объединит. Это с одной стороны, со стороны бизнеса. А второе – нам необходим инструмент, который может быть учреждение, ресурсный центр, центр межсекторного взаимодействия, который будет заниматься активным поиском социальной проблематики на территориях, особенно в муниципалитетах. Искать социальные проекты, проекты, требующие финансирования. Вот этого инструмента в республике на данный момент нет. Проекты возникают событийно. А в некоммерческом секторе те единицы, которые пытаются на своих обычно женских хрупких плечах, пытаться реализовать какой-то социальный проект, они очень быстро перебирают. То есть люди без денежного плевания, без оценки общества, что это действительно право, нужное дело. Скажи, вот событийный такой центр, он должен создан быть кем-то государством? Нет, это… Общественным. Общественным? Нет, это должна быть некоммерческая организация, но в любом случае люди не могут в ней работать. Это работа и бухгалтеров, и юристов, и профильных специалистов. Люди должны получать какое-то финансирование все равно из бюджета республики. То есть это совет из предпринимателей, да, получается, создать? Нет, тут видишь, наполнение разное. Часто государственное партнерство. Ну да, то есть сейчас мы говорим о разных механизмах. Если мы говорим о механизме, которые аккумулируют, допустим, деньги с социального продукта Хакасии, да, то, естественно, сюда государство никто не пустит. Здесь будут решать только бизнесмены и только те, которые отдают свой кровный рубль. А если мы говорим о поддержании деятельности некоммерческих организаций на территории и в муниципалитетах, то здесь нам нужны специалисты, прежде всего, которые должны получать зарплату. Это деньги невеликие, это 3-5 миллионов рублей в год. Но они сделают колоссальную работу по поддержке социальных инициатив и по, скажем так, повышению профессиональных компетенций тех людей, которые работают в некоммерческом секторе. Это очень важно.